Субтитры подогнал «Симон» Ты неси меня, река, за крутые берега, Где живет моя краса, голубые у нее глаза, Как ночка темная, как речка быстрая, Как одинокая луна, на небе ждет меня она. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Константин Барышев, И я рад приветствовать вас в сегодняшней нашей программе «Экспедиция». У нас в гостях теолог, доцент кафедры религиоведения Антон Анатольевич Горин. Добрый день, Антон Анатольевич! Расскажите немного о своем пути в науке. Как вы пришли к этому? Как я дошел до жизни такой? Ну, знаете, когда человек 18-19, он становится студентом, Он, как правило, не совсем представляет, как он будет жить дальше. Собственно, выучился я на ИСТФАКе, потом работал в разных местах, Был журналистом, был учителем, был автомехаником, ну и так далее. Сменил полдюжной профессии, переехал в Казань, защитил кандидатскую диссертацию по истории И решил выбрать то направление, которое на тот момент, да и на сегодняшний день, Мне показалось наиболее интересным, наиболее перспективным. Ну, им стало религиоведение. Поскольку у нас отсутствует, в принципе, по закону, по стране идеология, То люди все равно ищут, чем ее заменить. Ну, и по традиции этим становится религия. Теология, как наука в нашей стране, сравнительно недавно начала возрождаться. Расскажите вообще, какова история теологии? Ну, давайте сразу. Когда говорят о теологии, почему-то сразу представляют исключительно священнослужителей, там, священников, муравинов. На самом деле, все гораздо проще и одновременно сложнее. Начнем с того, что, в принципе, вы не найдете ни одного старейшего университета в Европе, Который бы не начинался с теологического, собственно говоря, факультета. Почему? Да, по той причине, что вплоть до 18 века наука естественная и теология, как наука, вот так это скажем, Они были, в принципе, неразделимы. Их противостояние было в свое время смоделировано, скажем так, в эпоху французского просвещения. Поэтому, если мы будем говорить о теологии в России, то в России она появилась, Одна из первых научных дисциплин, начиная от Киева-Могилянской академии и, собственно, заканчивая крупнейшими духовными школами, Начиная от, собственно говоря, Киева-Печорской лавры, Александра-Невской лавры, ну и, собственно, Казанской духовной академии. На ее базе формировались кадры для государственной деятельности, таких как Михаил Михайлович Спиранский, закончивший духовную семинарию. Военные кадры, может быть, странно это звучит, но в семинариях учились и российские военачальники, Например, тот же маршал Василевский, сын священнослужителя, на минуточку. Государственные деятели. Ну, я думаю, все вы помните, что в нашей стране был такой государственный деятель, Как Иосиф Виссарионович Сталин, закончивший практически Тифлистскую семинарию, И первый год после ее окончания работавший физиком-вычислителем в обсерватории местной. То есть неплохое образование давали в духовных школах России. Нужно сказать, что к 1917 году, то есть к событиям Великой Октябрьской социалистической революции, Духовная школа в России, она, в общем-то, была одной из лидирующих. А если смотреть по православной, соответственно, теологии, то, безусловно, лидирующая Россия была единственным православным государством, Сохранившим свою политическую самостоятельность. Поэтому то, что сейчас теология возрождается, и возрождается именно как наука, Причем наука, признанная, собственно, и светским сообществом, и сообществом религиозным, это закономерно. Фактически у нас сейчас основная часть ребят, кто в теологию учится, они же идут не в духовное учебное заведение или учреждение, Хотя и таких немало. Это и те, кто идут в чиновники, то есть занимаясь государственно-конфессиональными отношениями. Это и те, кто, собственно, идут в администрации. Это и те, кто идут в, собственно, определенные силовые структуры, в область культуры, искусства. То есть широчайший, на самом деле, диапазон, потому что на сегодняшний момент религия – это один из рычагов действия современного общества. Вопросы религии, они не алгоритмичные, они не цикличны, как вопросы истории, Они не подчинены сиюминутным интересам, как вопросы, допустим, той же политологии и так далее. Они более объемные, с моей точки зрения, поэтому сейчас это интересно. На сегодняшний момент история теологии в России только начинается. Продолжение следует... Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красой. Одно как желтый огнегривый лев, другой волк исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Давайте перейдем к экспедиции. В работе теолога, какие могут быть вылазки экспедиции, что это вообще для вас? Знаете, экспедиции могут быть разные. Начнем с того, что могут быть экспедиции этнографического характера, то есть сбор этнографических сведений о религиозных и одновременно этнических группах, которые исповедуют ту или иную религию, то или иное, в общем-то, вероучение, характерное для конкретной местности, конкретного места, конкретной группы людей. Это могут быть краеведческие экспедиции, связанные с поиском религиозных объектов, которые либо утеряны, либо частично утрачены и нуждаются в охране, либо же их назначение позабыто. Достаточно интересные, допустим, экспедиции у нас были на территорию того же самого Дагестана, Республики Крым, Сибири. Здесь можно иногда делать очень интересные находки, даже, в общем-то, в рамках города Казань. Иногда бывает, что находишь совершенно неожиданные вещи, допустим, в окрестностях Казани можно и капище найти, и, собственно, остатки древних церквей, и остатки, соответственно, некрополей еще до монгольского периода. Все бывает. Бывают экспедиции, связанные с сугубо научной деятельностью. Может быть, это выглядит не так интересно, но, допустим, это поиск документов, это поиск учреждений, путей, миграции, это поиск вариантов распространения того или иного религиозного вероучения на территории нашей страны или постсоветского пространства. Есть экспедиции, связанные непосредственно с определенными артефактами. Допустим, у нас очень интересная поездка в Ташкент несколько лет назад, связанная с изучением некоторых особенностей арабской каллиграфии. То есть в Ташкенте есть интереснейший музей Корана, где хранится один из древнейших списков этой священной книги мусульман. И в этом музее представлены ряд образцов разного арабского письма, начиная от Насха и заканчивая, собственно говоря, магрибским письмом, сульцем и так далее. То есть очень интересная для специалиста вещь. Или, допустим, те же самые поездки на Русский Север, та же самая Архангельская область, собственно, Карелия и так далее, где мы можем наблюдать остатки древних цивилизаций, собственно, где мы можем наблюдать остатки, значит, северного язычества. За язычеством далеко их не надо. У нас Мариэл рядышком, где язычество не прерывалось, оно, собственно говоря, как было, оно так и существует, и пережило советское время. То есть экспедиции на самом деле очень много. Говоря о русском юге, вы про север рассказали, на юге поездка в Крым. Вы сказали о поисках заброшенной церкви. Расскажите подробно. Нет, там не столько заброшенная церковь. Крым на самом деле это вопрос, обернутый загадкой, прикрытой тайной. То есть это шкатулка с десятью донышками. В свое время мне европейцы хвастались, что в Италии куда ни плюнь, везде исторический артефакт, исторический памятник. На что я, честно, пожалуй, плечами сказал, у нас Крым. Вот, в принципе, это ровно то же самое. То есть если вы заезжаете по Крымскому мосту, вы попадаете в Керчь, где любой сегодня человек может попасть в храм античного времени, рядышком с Аджимушкаем. Это и памятники христианского Крыма, это и памятники Великой Отечественной войны. Соответственно, дальше мы едем, мы попадаем прямо по дороге в старый Крым, или Салхат, одной из первых столиц Крыма, в свое время столицу крымского ислама, где мы видим разваленные мечети Бейбарса, где мы видим действующую мечеть хана Узбека, между прочим, собственно, татарского хана, паволжского татарского хана, хана Золотой Орды, который финансировал ее строительство. Если на юг Феодосия Кафа, древний порт, где конийские, собственно, торговцы и завоеватели осваивали Крым, строили свою факторию, одну из первых тоже мусульманских, соответственно, общин организовывая, где исторически живет армянская община, представитель которую Аванес Айвазян, больше известный у нас как Иван Айвазовский, стал одним из величайших художников нашей истории. Дальше можно ехать хоть по побережью, по остаткам греческих полисов, Ялус, собственно, Севастополь, Херсонес, Таврический, вплоть до Евпатариона, остатков Евпатариона в окрестностях небольшого городка Саки, недалеко от современной Евпатории. Хоть по горам, где мы можем видеть город Бахчисарай, сегодня сохранив свое очарование восточного города, или подняться в горы, где есть остатки достаточно старой цивилизации, караимов, я бы сказал, одного из немногочисленных, доживших до наших дней коренных народов Крыма. Караимские некрополи, где существуют надгробия времен X-XI века и до сегодняшнего дня, и эти некрополи, они, собственно, продолжают развиваться. Здесь мы видим очень многое. Мы можем найти церковь, где побывали члены царской семьи. Ну, южный берег Крыма, он весь застроен дворцами и так далее. Либо мы можем видеть памятники древних кочевников, допустим. Либо мы можем, собственно, следовать степной Крым, восточный Крым, где никогда не было воды, но некогда располагалась территория тьму тараканского русского царства еще в X веке. То есть здесь можно видеть очень многое. Тот же самый судак. Вроде как все, кто ездил в судак, бывают в Генуэзской крепости. Мало кто обращает внимание на здание мечети. Заходишь в мечети, начинаешь понимать, что внутри видно, как она перестраивалась. То есть, да, она мечеть, но перед этим она была христианским храмом. А перед этим христианский храм, когда строили, заложили в фундамент остатки языческих статуй, может быть, святилищ, может быть, храма. А перед этим заложены камни, предположительно, мегалитов, которые были до этого. То есть, вроде как здание одно, а разные пласты, разные исторические моменты, разные религии. И такого там очень много. Все. И один огромный музей – это одно огромное поле для исследований. Допустим, заезжаете вы в станицу, где родился и жил в дни безызвестных. У нас маршал Семен Михайлович Буденный. Представьте себе. Июль, вы заезжаете в станицу, и вот весь населенный пункт буквально в пене цветов розы. Потом подъезжаете к музею Буденного, стоит здание, вы заходите в здание, а там дом. Потому что вокруг дома семьи Буденных построили музей. То есть, он там, внутри. Ну, вокруг дома, естественно, экспозиция. Там сама экспозиция хороша, но просто, когда дом в доме. Я, конечно, понимаю, в Санкт-Петербурге домик Петра сделали так же, но у Семена Михайловича как-то получилось фундаментальнее. Там-то все-таки не временный деревянный домик, там натуральная хата. А знаешь, как приходит в горах рассвет, когда раса сбивает пыль сапог, когда навстречу ветру начинает бег, солнечной ухиджа и митра бывший бог, где-то в пасархадах в храм богини войны. Жертвы принесут солнцу, воде и ветрам, и митра не отпустит из этой страны всех, кто приходил в этот сказочный храм. Я обойду его кругом и не буду жалеть, что не видел тайн, которые постичь не успеть. И пусть горит укором Жажды знания медь Я знаю, Время лечит И из страны, где с двух концов гремят якоря, Я уеду в край, где студит душу зимою заря, Где буду улыбаться в снегопад декабря За тысячу минут до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok